А вот и вторая карта NIP против Liquid. Первая была очень длинная, затяжная, поэтому игрокам потребовался достаточно такой длительный перерыв, минуток 10-15. Ну и вот мы, собственно, со вторыми драфтами выезжаем в стройку. Templar, Skyrim, Smaj, Legion, Kaugermag и Liquid тут Sven решили вспомнить. Вместе со Штормом, Grimstroke, Emerd Spirit. Видимо, это решение было принято после пика Легионки, когда-то раньше очень рейтили Свена против Легионки. Мол, она ничего не может Свену сделать, потому что Свен наносит ДПС только когда ГДС активен. Плюс у него довольно большое количество брони, вот этот Warcry защита от физического урона, и Легионкой против Свена играть не очень комфортно, но сам себе персонаж, конечно, забытый. Здравствуйте, друзья. Добрый вечер, Форс. Ты как-то знаешь, из корабля на бал, не успели пообщаться с тобой, обсудить, а как-то покушал. Покушал отвразительно. Сразу перешел к игре. Скучно, скучно, Форс. Давай без сухого анализа, давай. Больше энергии, больше эмоций. Я не могу кофе купить, я когда кофе выпью, я вообще бешеный становлюсь, но мне закрыли доступ. Вот думаешь, сейчас сидит Николай, смотрит трансляцию, ему не наплевать вообще, надо тебе кофе, не надо. Так Николай может себе сам кофе сделать, конечно, ему наплевать. А если бы он тоже не мог сделать кофе, может он бы сказал, блин, ну вот понимаю, вот сочувствую, вот я тоже не могу себе сделать кофе. Вот как я его понимаю? Вообще кофе вечером вредно, так что... Ой, да... Почему? Ну потому что ты спать потом не будешь нормально, не сможешь спать. Я и так не сплю нормально. Что с кофе, что с... Да ладно, все, Огр, Легион, Каскай, Темплоросасин. Класс! Ты заметил, что как только мы влетаем, вот как только игра начинается, драфты идут быстро. Как только мы садимся их комментировать, как будто вообще специально пикают. Опа! Винга появилась. Интересный герой. А зачем? Это Кэрри Винга. Что значит зачем? Кэрри Винга. Кэрри Винга. Ты не любишь Кэрри Вингу? Не, люблю, люблю. Я реально люблю. Имба? Ну не имба, но я люблю. То есть я помню, Год Хан, Год Хан только... Но здесь с Темпларкой она не так плохая, кстати. Но это Свена кайтись. Смотри, Свен нажимает ГДС, ты его раз свапаешь, потом два свапаешь, туда-сюда, опа. Осталось пять. Но тут... Хочу Раком Саком на 22-й. Ликвидом им на мид нужен, да, герой? Да, нет, какой мид? Стоп, какой мид? Шторм на центре. Что? Шторм им на хардея нужен, герой. Так может тогда Свена... О, идеально. Сделать Свена тройкой и взять какого-нибудь ЦК. Нет, ЦК плохо против Легионки. Ну не то, чтобы прям плохо, но не очень хочется. Можно ли Кана взять? Селёдыч? Селёдыч. Тут же интересные пики, я вам скажу. Селёдыч нормально, наверное. На линии против Винги. Нормально. И немножко неприятно по игре против Легионки. Потому что Легионка пресс-атаком диспелит. Коррозив, как мы знаем. Вот. Ну, в принципе, в принципе, играбельно. Но мне кажется, что на тройку... У какого-нибудь, знаешь, вот Андерлорда вот просто взять сейчас. Вот реально, посмотри, в этот драфт Андерлорда. Ему же вообще всё пофигу здесь. Вообще всё. Ему никто ничего не делает. Про этого героя забыли просто. Он против Наги хорош, против ПЛа хорош. Тут ещё Ластпик был у Ликвит. Ладно. Пускай на их совести будет. Драфты немного нестандартные. Немножечко. Самое мало. Ну, смотри, у нас Скай, у нас Винга Кэри, у нас Селёдыч. Ну, как бы, вот Винга Кэри и Кэри Свен. Немного нестандартные персонажи здесь. Если... Ну, ладно. Свен это стандартный Кэри, да? Винга это такой более интересный, ситуативный вариант. Назовена просто очень давно не пикали. Вот, поэтому он не так популярен, как другие герои. Посмотрим, что из этого выйдет. Поехали. Вторая карта. N.I.P. против команды Ликвид. Кэри Винга. Кэри Винга в паре с Темплар Ассасин. Погнали. Скай маг, конечно, будут с огромной занозой в одном месте для Свена. Да и не только. Нужно будет стики там пораньше купить. В общем, ну, вот мне кажется, вот это верхнее имя будет самое интересное за счет... Ну, за счет скай мага, за счет легионки. Очень агрессивные герои. Туда перемещается, в общем, пока вся команда, в том числе и ФПД, смещается на топ. Вот, Р-Спирит полетел быстренько в Смоуки, Болдером, ставить опс вард. Посмотрим, какую позицию выберет Тайга. Ну, пытается зайти глубоко, но не успевает. То есть могут его сейчас заметить. Опа! Заметили Огрмаг. Плохая цель для того, чтобы делать... Да ладно. Да ладно. Ну, не... Ну, а как вы его убьете-то? Ну, странно, странное решение. Конечно, Огра 8 брони. 3 миллиона хп убить нереально. Скай начинает плеваться. В итоге здесь встречаются почти все игроки. Лишь одна венга в одиночестве находится на легкой линии в районе чужого баунти и секрет-шопа. Но Скаймаг немножко потерял ману. Ничего страшного. Балты раскидал. Тут драка не закончена. Миддеры не стопят крипов. Койка встречается с Гуннером на нулевой минуте. Покатился. Расперед выбивают ресурсы с Гуннера. Гуннер вынужден активировать рефракшн и прокачать этот рефракшн, да, не пассивную способность. А руны все еще остаются. Руны все еще остаются. 10 секунд. Венга потенциально контролит 2 руны. То есть для NIP это может быть и 3, это может быть и 4 баунти руны. Вот это прикол. Да, 4 баунти для NIP. Или нет, или нет, или нет, или нет. Сморвался Тайга, но... Видите, не удачу. 4 руны для ним все-таки. Спасибо, Форс. Спасибо. Спасибо за инфу. Держу в курсе. Тайга, если что, телепорт можно нажимать. Пока он, правда, Скаймаг на себя перетягивает и Бивер по кругу. Надо Биверу забить и пойти на линию. Нет смысла Сайр Спиритом гоняться бесконечно. Надо быть с Курьером, правда, поаккуратнее. В итоге посмотрите, какой вард ставит Тайга. Я, честно говоря, не совсем знаю, сколько он будет здесь полезен на такой минуте. Правда. Телепорт сбивает Скаймагу. Но Бивер это может говорить о том, что, скорее всего, Тайга как-то вардом или чем-то еще заметил, что этот телепорт вовсе был. Ладно, побежит Скай на легкую пешочку. Ничего страшного, там бинга против селедочи пока постоит. Можно, можно дышать. Ну, а тут Барка Штормспирит. Ой, что-то у меня странная статистика случайно. Я тут сломал все, сейчас починю. О, так-то лучше. Пепеди. Ломает линию. Тайга ничего сделать не сможет. Бладвласт на себя Огры закидывает. И на хорошем МСИ. Отводит идеальный крипов между Т1 и Т2, где Юниверс сможет хорошенько пофармить. Линия сломана. Правда, Микки тут не спит. Делает хороший отвод на Большой Кемп. Это еще и Медведьемон Клэп. Ну, в общем, отлично. Отлично. Пришел КПД, пытается помешать. Какие-то крипов забрать. Битва за Большого Медведьемона. Выграно Микки. Второго. Маленького сына Медведьемона никто не забирает. Медведьемона теряет всю ману. Ну, ничего. На то и куплено много мангусов. Там, оп, все. Ктивировал всем. Выложил терклетку и мантл. Ну, если что, можно пойти за Динаица просто. Да, ну, сам факт, что в боксе уже рисует... Ой-ой-ой, так это похоже на ФБ. Это похоже на ФБ. Это и ФБ еще и для Скитера. Ой, как классно, да. И Скитера пытается убить. С большой вероятностью его убьют. Ну, может быть, даже это не так плохо. Учитывая, что ресурсов у него все равно не было. Может быть, реально эта смерть не так уж и плоха. Если прям так. Вроде как, и Слардра здесь ничего не получил. Только саппорты пофармили. Ну, он с полными ресурсами сейчас вернется. Ну, да. Скитер все, возвращается, да. Он закупился там наверняка. Нормально, нормально. Интересно, что у него... А, это нуль-талисман, наверное, для Скаймага. Я уж подумал, что это он свой. Сам себе купил нуль-талисман. Он ему, конечно же, не нужен. У него основной атрибут ловкость. На Винге. Можно Скаймагу передать. Скаймагу-то как раз массовый нуль-талисман. Ну, на центре что-то пока сложно. Сложно, извините. Гуннер. Фракшн, они есть стики. Четыре зарядов. Фаррифайр. То есть, нормально. Можно восстановить хп. Восстанавливает. И... Хватит ли этого? Нет. Там заряжается удар Штурм-спирита. Ну, вот прям на центре, я вам скажу... Прям очень плохо. Прям очень плохо. Эрс-спирит душит. Тайга за вот эти три минуты классную работу провел. Скаймагу-то помешал. И сейчас на центре, что самое главное, пришел. Ну, ладно. Топларка вернется, если что. Топларка может пофармить лесочек. Плохо просто, что у Штурма очень много. На Штурма... О, а тут что, подсолка для бокси, что ли? А, нет. Тут все-таки Инсения был рядом, наверное. Помоган. Так, слушай, Аскитера. Тоже можно убить. Красс будет. Замедлить. Крашнуть. Ну, правда, там баш будет нескоро. Залетает в конкассе. Приходит раз в перед. Фраг для бокса. Достать в первом боксе погибает. Но это уже не так страшно. По-моему, у Винги должен быть КТ телепорта. Совсем недавно она прилетала. Да не, там уже должен быть телепорт, мне кажется. Ну, там 5 секунд всего лишь. КТ есть. Ну, ладно. Все, я победил. Хорошо, хорошо. Ну, в целом, да, понятно. 5 секунд теряет, ничего страшного. Тэмпларк-то камбэкнет на миде, это понятно. Но вот меня немножко пугает Шторм. То есть на Штурма тут стан Винги это не то. Стан Огра тоже не особо. Ну, Сайлент Скаймага-то на самом деле может помочь. Если как-то за Сайлент Скаймага скиллов накидать, то можно его попытаться убить. Но все равно. Раскачанный Шторм даже против героев, у которых есть контроль, он все равно довольно большую угрозу представляет. Сам понимаешь. Кая появляется, уже он может на полкарты влететь, очень много дэмэджа нанести. Сделать какой-то фраг. Ну, а герои тут реально... Плюс такой нестабильный кэрри, да, типа Винги, он в лейте вообще ничего не делает. Шторм Спириту. Так, атака на Огрмага. Иксвелл хороший. Про заатак не получается. Юниверс ошибается. Реально ошибается. Не должен был поставляться под Иксвелл. Спокойно про заатак давайте Огро своего спасать. 2-5. Очень динамичное начало. Да, в отличие от предыдущей карты, очень-очень много всякого происходит у нас за первые 5 минут игры. Сейчас еще и баунти заспаунится. Тоже должен быть какой-то момент любопытный. Бокси, тычка, стан, баш. Убить не получится. А, подожди. Или получится. А что не получится-то? Следующий удар ба, что-то подходит на бенга. Ладно, получится. Ок. Ок. Видишь, как в боксе раскачивается? То есть он не берет стан в 2 или в 3. То есть он максит спринт. То есть он на такой линии тяжелый. Ему надо как-то вот с крипами работать. А за счет спринта это как раз можно сделать. Катился Тайга. Классно. Красавчик, красавчик, красавчик. И уйдет. И уйдет. Ну, блестяще. Блестяще сыгранно. Он еще и на развороте хочет здесь, смотри, подраться. Застанет Юниверс. И Юниверс кидает отзы, дамажит. Но сам урона получил много, да. Тяжело, тяжело убить Юниверс. Там еще и со стиками был. Все было под контролем. Шторм 34, Темпер Ассасин 19 на 4. Шторм уровень 6. На центре катапульта работает. Койко немножко попушил. Забрать, конечно, башню там в этот заход никак не получится. Даже близко. Койко телепорт. Улетает на шрайн. Там тиммейты готовы его убить. Надо немножко еще и постакать Лиса. Саппортовой команды Ликвид. Потому что тут и не только Шторм, тут еще и Свен. Будучи будут вармить все стаки. В том числе Эншенты. Близун. Стан. По Сварадуру. Такой проверочный. Ничего серьезного. Центральную башню силы тьмы атакуют. По-моему, про вард только что понял Шторм. Видел, что был вард у Огра. Есть в центре от самого Огра. Но не ловит он. Обс противника неприятно. Немножко не хватает. А вот этот вард, скорее всего, в будущем уберут. Саппорты команды Ликвид. Снизу. Перемещение такое массовое от игроков команды Ликвид. Перемещается Распери. Также рядом находится Грим. Все это пока для NIP загадка. Они об этом не знают на центре. Койку выгоняет с его линии. Но убить понятно. Уже Форс отмечал ранее. Очень тяжело. Так, окей. Снизу атака на Скитера. Вот это загадка. И разгадать ее, похоже, Скитер не сможет. Тяжело будет что-то придумать. Башня. Да, Слардер, конечно, себя раскрывает на линии. Очень классно с каким-то сильным саппортом. Типа Эрспиритом. Но я, честно говоря, скажу, проблемы. Проблема у NIP с этой Вингой. С Вингой хочется выиграть линию и пойти как-то агрессивно убивать. Но пока вот Вингу душат и не представляется возможным. Мне кажется, где-то, знаешь, к 15-й минуте набрать много предметов хороших и за Сноуболица пойти. Сейчас еще и ППД могут забрать. Инксвел. Да, комбинация Инксвел и Эрспирит просто бомба. Стан с какой-то нереальной дистанцией прилетает. И по области стан получается только ты, но и потенциально ЛЦ. Ну, вроде как Легионка, кстати говоря, хорошо фармит. То, что этот парк возвращается, неудивительно, да. Это понятно все. Проблема, что Шторм, он по фарму того уменьшаться не будет. Серматово все равно будет фармить дальше. Ты ведь Шторма увеличивая свой фарм, не уменьшаешь фарм ему. Он так же фармит быстро. Так же фармит лес классно. Ну и плюс к этому... Аншентов только фармить он не умеет, а так Крепочиков-то он, да, довольно ловко забирает. На Микки, кажется, хотят в топе выйти, но его саппорты прикрывают в данный момент. Да, и попробует его Свену убей. Он с ультимейтом будет. У него фейзы есть. Ну, ладно, вчетвером, окей. В четвером убьют под дуэль. Ну, это может быть ловушка. И он Айпи могут здесь очень сильно пострадать. Если еще Слардерд. А Слардерд и телепорт. Окей, это важный момент, пока у него твой нет. Вот Шторм должен прилететь просто сюда. Шторм. Телепорт пока нет. Шторм нажимает ТП. Спасает Свена. Свена нажимает ультимейт. Сила увеличилась. Пошла дуэль все-таки по Свену. И Свена убивает. Никто ему не помогает. В размен на Бингу. Ну и сейчас должны Ликвид максимально мстить. Должны искать еще героев. Юниверс прячется. И Юниверс спасается. Выходит Гунар. Гунар. Вот это дайв. Очень, очень агрессивно, на самом деле. Но Расперита, похоже, убьют. Отталкивают подальше Гунара. Взрывается ловушка. Замедление. И Допитва. Расперита разменивается в итоге... Ну, примерно равная. Ну да. Первая позиция четвертая. Первая четвертая. Первая четвертая. Первая четвертая. За тем исключением, что дэмэдж на дуэль получил у нас Юниверс. Ну, а минус-то в том, что Винга, она не должна умирать. Она должна наоборот темп наращивать. Иначе... Ну, то есть, грубо говоря, Свен с, там, десятью тысячами Нетворса и Винга с десятью тысячами Нетворса. Это два совершенно разных персонажа. И на двадцати тысячах примерно то же самое. Да и к тому же, Свен-то до двадцати тысяч легко дойдет, а вот Винга не факт. Она может вообще столько не нафармить в игре, если ее, тем более, прессовать будут. Она даже с фулл-фрифарма может столько не вынести за, там, определенное количество времени. Если она будет реально всю карту забирать, там, баунтик, брать постоянно каких-то крипов, тоже фармить рошанов, вышки. Она может столько и не нафармить. Атака на топе на PPD. Инксвелл. Ну, правда, тут Скай есть, откидывается... Огр жерноват, мягко говоря. Мягко говоря, жерноват. Огромное количество брони, хп. Свен отказывается от Мидаса здесь, кстати. Сразу саблю хочет купить, такую прям быструю, быструю. Ну, вот Мидаса сейчас вообще редко кто берет. Раньше на вайде мы постоянно видели Мидаса, но вот сейчас уже отказывается. Сейчас Мидас только на Врейс Кинге или на Лайф Силлере берет. Почти ни один другой герой на карьер позиции Мидаса не приобретает. Тут на глава-то заходят, конечно, ликвиды, но их тут много. Скитер здесь один, его как-то не подсейвить, свапнуть. Он, ну, видимо, мог как-то тиммейт попытаться, но тиммейты ушли. То есть Скаймак, наверное, теоретически мог бы оказаться в действии свапа, но никто решил не поддерживать Вингу. Винга погибает и... Кто только зашел интерсляцию, может показаться, что счет у Винги и саппорт 1-5-3 нормальный, но это Винга кэрри со счетом 1-5-3. Что, наверное, не самый лучший результат. Штрос Перед успевает уйти на буллайтнинге, отсутствие контроля. Без, там, лейтгейма с 25-м уровнем у Гуннера и появлением башмелда вообще тяжело, вообще тяжело будет. Особенно, если Шторм где-то в формате мидгейма докупит себе БКБ. Атака на Бокси была. Бокси контратакует сам, но это может закончиться плохо для Бокси по итогу. Он, может быть, Скаймаго убьет, он что делать дальше не совсем понятно. Фраг сделан, Бокси шел в размен, пытается как-то на спринте уйти. И давайте смотреть, Колон Силф перекладывает. Очень много времени может выиграть, пока будет летать, но потенциально это дуэль и халявный урон для Юниверса. Бокси. Крипы, крипы, крипы заметили, надо лететь. Зря. Скиттер сейчас, мне кажется, ошибается, выдав этот стан. В итоге дуэль не была использована. Ну ладно, фраг сделали, чтобы там Бокси на спринте как-то не ушел. Решили не сыграть. Уверенно. Не рисковать. Влет в Темпларку, Вортекс, Инксвелл, Сайлл, 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 Сэрспирид здесь. Магнитайский есть, если что. Сэрспирид решил его не тратить. И Шторм погибает. Ох, наверное, после Каи надо будет покупать Юлу. Я боюсь, что без этого предмета один Скаймак будет очень много проблем доставлять. Можно БКБшку, но Юлу просто дешевле. Так, кажется, контратака готовится от команды Ликвид Бокси, телепортируется, но уже не с кем драться. Скиттер в Топе ломает. Да. Ну так, понемногу вот самое страшное. Если ты Вингой проиграл линию, потом вообще ничего не можешь сделать. Но если Винга на линии простояла не самым лучшим образом, но потом находит свое место в мидгейме, то есть приходят какие-то вышки ломают, руны контролят, где-то какие-то фраги умудряются делать или ассисты получать, то в целом не все так уж и плохо. И вот мы видим то, что Нипы сейчас вышку в Топе забирают, и вроде как по Нетворсу немного камбэкают, у Легионки много, у Темпларки тоже какой-никакой фарм есть. Но Ликвиды, понятно, у них еще очень большой запас прочности, то есть они далеко эту игру еще не проиграли. Им нужно сосредоточиться вот на том, чтобы не слишком сильно запустить вот эту ситуацию. То есть Нипы-то очевидно сейчас пойдут убивать, и желательно либо готовить какие-то ответные действия, то есть защищать своих героев там на вышках, например. То есть если там идет Смоук Ганг с дуэлью на какого-нибудь Шторма, готовится уже стоять сзади него, кидать скиллы и как-то трейдиться. Ну и, конечно же, после этого ни в коем случае нельзя Рошанов отдавать. То есть одного, может быть, еще можно, но если Нипы захватят карту, заберут там пару вышек, пару фрагов сделают, варды хорошие поставят, и еще потом второго Рошана заберут, тогда уже трудности определенные возникнут. И игра опять может выйти в такую, знаешь, долгую 70-минутную катку, где любая ошибка может стать последней. Небольшое затишье, наверное, впервые за игру, потому что у нас до этого минут 10 просто был беспрерывный экшен, но сейчас впервые в Ликвид зажали. Я так смотрю, Ликвид прям ставит на своей линии, ждут на центре противника. Там Тавр прям готов, чтобы на него заходили, забирали. Пиди бегает снизу. Два опса у него варды нужно куда-то поставить. Так, тут у нас в центре не видит опс противника. Тамплор Ассасин покупает себе первым слотом блинк. Всегда такая дилемма, купить Дозолятор сначала, либо купить блинк, но вот здесь вот Гуннер выбирает быстрый-быстрый блинк. Ну ладно, как быстро. Относительно быстро я свапнули, и убивает Грима под Мистик Флэйр. Да, конечно, один стан, Мистик Флэйр, все это под Сайленс, очень больно. Пай появляется у Легион Командра. Пай бы не помешал игрокам Ликвид, Слардер... В особенности. Слардер, что Блинк вообще рашит первым слотом. Легко можно фраги находить с этим Блинк Даггером. Шторм, плюс Блинк на Слардале, плюс Эрспирит. То есть такая очень мобильная связка. Увидел где-то героя, там чуть-чуть подбежал, уже как бы готов сетап. То есть с огромного ранжа влетает Слардар, с огромного ранжа влетает Эрспирит, с огромного ранжа влетает Шторм, Спирит. Это все понятно, но... Как-то не знаю. Тот же Пайп, тебе не нравится взять первым слотом, как, например, та же Легионка сделала, а потом уже пытаться. Просто это может не особо помочь, понимаешь? Если тебя реально выцепят, то Пайп может не справиться. Ну, слушай, тогда можно Пайп вообще не покупать. Да нет, тут пробивной урон просто такой. Да нет, Блинк — это вполне нормальное решение. Ну ладно, до него еще нужно бокси дофармить. Чуть больше тысячи золота. То есть пока я даже этого Блинк Даггера нет. В то время как Легионка-то занимает первую позицию по Нан Турсу. Одиннадцатый уровень. Баунти руну очень спокойно, очень спокойно. Они типичны снова для вот этой агрессивной игры за первые десять минут. Ждут NAP выхода героев в хайграунд, чтобы его тут принимать на дуэль, но никого нет. Никого даже близко нет. Скитр уже долгое время фармит на топе, ему никто не мешает, что там ПТ к нему просто... Да, ПТ прилетает. На центр выходит кой-ква. Но тут нечего ловить, башни нет. Так, вард поставили. Опа, еще сентричь. Сейчас найдут вард противника. У нас вартер пока толкнет вниз. Если что, на телепорте быстренько прилетит наш райн, там, либо на Т2 поможет. Свен дофармливает себе блингайдер, да. Инициирование просто биллиард. Да, шторм, Свен, если еще свартер, эрспирит. То есть тут все герои могут ворваться в одну точку. Очень опасный момент. Там ППД уже замахнулся на стан, но кой-ка улетел. Поймал бы этот стан, сто процентов бы умер. Там сзади тоже герои уже подходили. Свен. Все нормально. Все нормально, должен уходить. А вот бокси, походу, нарывается на дуэль. С большой вероятностью. Надо как-то прятаться. Бокси... Ну, он очень быстрый. Он очень быстро скаймак остановить не может. Понятно, никакого атоса еще нет. Конкасев залетает. Тут, правда, еще и венга. Можно подсвапать будет. И должна быть дуэль. Да, дуэль. И еще урон для легион-команды. Дуэль уже вторая. Урона больше. Смоук сразу же активирован. Под вард. По-моему, не попал. По-моему, вот как раз-таки в этой зоне, ребята, активировали смоук, поэтому не видели. Ликвиде. То, что противник исчез. Карты. Сверн взял себе Блинк. На бивер, биди, скитер. И тут на поиски жертв. Вот тайги очень классная позиция. Правда, по-моему, сейчас эту позицию уже любая тер-1, тер-2 спортивная команда знает, что в такой позиции смогут часто пытаются развеять. И тайги в итоге мэлт. Три удара. Три удара. Нажимается в стике. Нужен четвертый удар. И погибает тайга. Это все еще пока без дозолятора. До него остается 700 золота. 700 уже. Уже 600 очень быстро гундерфармит. Ну и Найпи потихоньку захватывает всю карту, несмотря на то, что шторма вроде... Да, шторм, смотрите, просто БКБ. Рашет. После каем. Ну, Ликвид, очевидно, уже минут, наверное, 6 играет таким прям вторым номером. Постоянно обороняясь. И не всегда удачно. Свен готов напасть. Есть Блинк. Есть второй ультимейт. На центре может быть быстрое нападение на Вингу. Но пока нападение на Огра плохая цель. Плохая цель. Огар вообще не то. Врывает Свен. Солбин. Свен. Непонятно, как его выкусить. Вортекс дабл. Солбин залетает и убивает Легион. Командор очень быстро. Также быстро должны бить и Вингу. Так и есть. На секунду показалось, что шторм с агонимом уже, потому что такой дабл Вортекс залетел. Но это просто Солбин. Очень классно выглядело. Ну, трех героев похоронили. Вообще классно. Вортекс, особенно под Свена. Герои присасываются почти в одну точку. Работает пассивной способностью Свена. А еще и Огра поймали. Еще и Огра поймали. Ой-ой-ой-ой. Блин, в кулдауне прячется. Есть Сентри. Есть Карзер Хейс. Это минус пять. Это минус пять. И как же Ликвид долго терпели. Как же они ждали. Ждали этого момента. То есть даже там графики посмотрели. Они просто допармливали свои вещи, на самом деле. То есть из-за того, что они не самым удачным образом лайнинг свой провели, они не смогли вот эту вот минуту, да, когда появились там Блинк плюс Алибарда на Свей, Никая, плюс какие-то еще хороший левел на Шторм Спирит. Если они не смогли эту минуту, скажем так, отодвинуть подальше, чтобы это случилось не на восемнадцатой, а она, допустим, там на двадцать пятой. А к двадцать пятой у них у самих было бы больше вещей. То есть там какой-нибудь Соляра, там была бы он Блинк на Легионке, там на Темпларке, может быть, уже БКБ бы, там Рошана бы какого-то забрали. И все у них было бы окей, если бы они эту драку приняли на там семь минут позже. Но Ликвиды тоже очень много фармили. Да, их там зажали, но Свейн качался, Шторм качался, все качались, все фармили. И вот, пожалуйста, такая драка получилась не очень удачная. Сейчас идут в наглую Нипы на Рошана. У Ликвид нет Магнитайза и нет ГДСа, но эти скиллы должны будут скоро появиться. Слардер с Блинкдаггером врыв на Огра под коротев Хейзом. Залетает плевок, правда, параллельно воровались на Шторм Спирит. Он с Байбэком будет ли выкупаться? Скоро узнаем. Размен на Огра. Пока Рошан не умирает, нет смысла. Да даже если Рошана будут Нипы забирать, можно не выкупаться на Шторм Спирит и не рисковать. Один Айегис, в принципе, Нипам не даст так много. Вот, его можно отдать, его можно. Если только Распирит. Но, видимо, Ликвиды решили рисковать и подраться. Распирит ворвался. Распирит, сразу же получается, он срывается с Вен под Ингсвелом на Вингу. Шторм выкупается, летит сразу же на Шрайн. Вингу бьют очень долго, но должны добить. Шторм здесь по итогу особо-то и не пригодился. Хотя Винга может выкупиться, не буду спешить с выводами. Появляются баунтируны, справа части карты никто не контролит. Шторм бы просто сам по себе бы появился уже к тому моменту, когда Винга выкупится, сделает телепорт или дойдет пешком. Ну ладно, выкупился и выкупился, бог с ним. Главное, что Рошана Ликвиды не отдали. А Слардар у нас после блинка решил Аганим преобладать. Интересно, что вот именно таким образом он играет. Обычно делают в пользу, делают выбор, точнее в пользу какого-то одного артефакта. То есть ты сначала, допустим, берешь Аганим, а потом, ну там, дофармливаешь какие-то там, может, там, Солар или там, может, Пайп тот же самый. И только потом ты берешь блинк, а тут прям и сразу блинк, и сразу Аганим. Хотя я видел, как Гостик играет блинк Аганим, потому что только он в другом порядке делал. Он сначала брал Аганим, потом блинк. Ну это как на шейкере тройке, да? То есть ты вроде бы блинк на нем в любом случае купишь, но можешь сначала его купить, а можешь отложить на потом. Понимаю. Ну а то Злеская залетает очень вовремя. Бока была, что там спирита пока нет, и появляется такое очень неприятное окно. Но, заметьте, Найпи в меньшинстве смогли собрать Рошана просто потому, что у Ликвид не было вообще никаких способностей. Ни ультимейта Свена, ни магнетайзера спирита. Ну и блокинг-баров там также, понятно, нет. В том числе и у Свена. Ой, неприятный сейчас момент. Татас очень может испортить жизнь. Там уже штурм спирита, потому что никакого подсейва не будет. В смоуке команда Найпи. Выходит Юниверс. Тайга успевает уйти. Юниверс уже замахнулся, но не успел. Койка улетает на фуллману домой, и Ликвид чудом избегает драки, но при этом отдают Т2. Отдают Т2. Ну на этом все. То есть на этом закончится наступление команды Найпи. Отойдут они назад. Надо оттолкнуть левую линию, верхнюю. Снизу есть информация, что там какой-то герой может находиться. Видимо, видели передвижение Свена. А Свен быстренько пытается запармить аксируем Глиф. Свен в панике нажимает телепорт, боясь, что тут может оказаться вся команда противника. И правильное дело, в Вижен никакого нет. Как-то тут у нас холодно очень стало. Да, прям резко похолодалось. Я сейчас... Наверное, после твоих историй. Мне так никто не говорил. Даже обидно стало. Ну хорошо, помолчу, говори теперь ты, Форс. Доволен, доволен. У меня монитора нет, чтобы разговаривать. На, на, на. Есть монитор теперь. О, теперь есть. У тебя так неудобно, наверное. Мне нормально, знаешь. Потерплю. Как же холодно-то стало, ЦМ культует. Да. Ух. Культует. Так, тут поймали, кажется, у нас Юниверс. Юниверс должен очень быстро умереть. Должны еще и Скаймаг здесь забрать. О, нет. Не, ну тут... На самом деле можно и дальше играть. Это фиаско, Форсаж. Это фиаско. Кого там идти? Там Пларка уже убежала далеко. Ну, обычно так и происходит. Герой, у которого есть АИКС, он как бы в драке участия не принимает. О-о-о-о. Да, это жестко. Это прямо очень жестко. Слишком быстро потеряли Легион Командер. Слишком быстро. Там даже пайп не блокирован, который весьма полезен. Падает Т1. Скорее всего, Ликвид заберут и Т2. Это ведь все еще с Блокенбарами, которые не были активированы. Шторм и Свен. Представьте, насколько сильнее теперь они в драке. Вот этот Огар, этот Скаймаг. Они вообще не работают как герои против Шторма и Свена. Слардер, я думаю, после Аганима также купит тебе БКБ. Ну, кстати говоря, Слардер как раз БКБ может и не особо нужно. Потому что с Аганимом у него там статус резистанс, огромный хапориген. Это как раз вот те параметры, которые замещают иммунность к магии. Ты либо развиваешь эти параметры, да, там покупаешь там Сатаник, там какой-нибудь Пайп, какой-нибудь там Глимер, вот что-то такое, Кримсон. Либо ты берешь вот просто БКБ, все эти предметы игнорируешь и дальше добираешь урона. Но в целом можно, конечно, купить БКБ, но мне кажется, это просто будет лишним. Проще какой-нибудь Лотус или, не знаю, Солар на команду Ликвидов есть. Если нет Солара, можно Солар купить. Давай поспорим, давай поспорим. Да не, Ленни, ну что спорим, в какой смысл? Не знаю. Не, не будешь. Неинтересно. Спор основанный ни на чём. Сливаешься ты, конечно. Можно вообще Ленкукуку. Понимаю. Ладно, это слишком серьезные отраты денег. Опа, кто-то там идет. Дуэлька пошла на Солардара. Есть дуэль, ну селедочку, да. Покушали. Свен выходит, врывается. Двойной стан, скейтер, свап. Скейтер, походу, саппорт. Просто свапнул, по-моему, Бивер был или кто, но окей, понимаю. Но Микки уже не остановись, у него слишком большой урон. Кого скейтер свапнул? Кого? Скаймага? Какого-то сяпика свапнул. Не, ну не, респект таким кэрри. Кэрри, у которых 7800 золота на 25-й минусе. Нет, таким не респект. Он свапывает сяпиков, то... Селедыч бегает по речке, руна контроля. Ну, Селедыч выкупился, конечно, надо по речке побегать. Надо как-то это... Он, кстати, не сильно по золоту-то и просел даже после этого выкупа, учитывая то, что Ликвид 4 баунси руны забрали. Ну, или 3. Ну, почитай, да. Ну, почти все они забрали. 4-4, 4-4 забрали. 4-4, да. Просто в чате пирста, что в ботал взял. Мне кажется, это не нужно писать. И вот так, я путаю все. Ну да, зачем? Ну, взял и взял. Ну да. Ну, о, держи в курсе, как говорится. Слардар до Аганима пока не дошел. Если, конечно, так будут врываться и просто его дуэли, то ему ни БКБ, ни Аганим не помогут. Ему надо, чтобы его дуэлили только тогда, когда лужа разлита. Ну, или если он БКБ купит, чтобы он БКБ не сивил. Классная идея у тебя была купить Лотус, нажать на себя, чтобы была дабл дуэль, и Слардар ее проиграл. На самом деле, на самом деле, я тебе сейчас раскрою секрет. Давай. Если ты покупаешь Аганим, и Легионка у тебя кастует дуэль, то дуэль отражается Аганимная. Соответственно, никто, кроме Легионки, не будет наносить тебе урон. Серьезно? Да. К чему? Почему так работает? Ну, Лотус Орб, короче, Лотус Орб отражает заклинания. Ну, то есть, грубо говоря, если у тебя есть Аганим, то ты как бы отражаешь заклинания, которые усилены твоим Аганимом. Ну, это прикольно. Это реально прикольно. Вроде как логично, но все равно интересно. Такая фишка, да. Лотус Орба. Я это понял, когда у меня Легионка задуэлила Морфа в стратегии Морфа Шейкер. Он же там берет Аганим всегда, и дуэль отразилась Лотусом. Собственно, весь урон влили, а урон не нанесся. Так стоп. Получается, одна дуэль обычная, а вторая Аганимная, но как бы Аганимная имеет приоритет, поэтому все дуэли становятся Аганимные, да? Ну, да, логично. Не то, чтобы она имеет приоритет, просто... Она поглощает предыдущую, получается. Она просто работает сама по себе. Она работает так, что там есть та дуэль, которая разрешает всем урон наносить, но эта дуэль не разрешает, поэтому... У нее, получается, да, приоритет. Ну, во всяком случае, когда я последний раз читал про Лотус Орба, там было такое написано. Я потом разбирался в этом вопросе. Так что, в принципе, ради двойной дуэли можно было бы Лотуса купить. После Аганима. Важно, скоро узнаем. Скоро узнаем, там подходит уже Аганим. И что самое классное, не нужно копить деньги на байбэк. У тебя просто его нет. И все, ты берешь. Приятно. Да, мне кажется, он и так бы купил этот Аганим, не оставлял его на байбэк деньги. Да, странно. Хотя против Темпларки и Винги достаточно опасно это делать. Ну, сам понимаешь. Темпларка с Вингой, там Дезолятор, Аура. Бараки попадают просто моментально. Еще, кстати, круто, что Слардеру... Сейчас у него появляется Аганим, и эффект вот этого усиленного Слардера появляется просто и на речке. Не нужно даже краш давать, если ты находишься на речке. У нас тут дуэль Слардера пытаются убить. Не получилось, и это уже пьяска. Это уже провал, то, что они не убили по дуэлю хотя бы одного героя. Минус три. Последние, наверное, три или четыре драки команды NIP. Ну, у команды NIP, так получается, что у них нет кэри сейчас. У них есть Саппорт Огр, Саппорт Винга, Саппорт Скаймак, Легионка Инициатор и Темпларка, который просто не может однам нести очень много урона и убить всех. В то время как у Ликвид весь Шторм и Свен нереально сильный, да и Слардер, который тоже, знаете, там больно бьет. И бьет, и башит, и кидает коротив Хейтс, который вроде как сбрасывается, но не всегда это получается сделать. Не всегда. Заход на Т3 и летит первая линия команды NIP. Что делать не ясно совершенно. Да ничего, выкупаться на Темпларке нет никакого смысла, она тут особо ничего не сделает. Ну, по большей части это уже, конечно, ГГ. Вот, потому что, ну, потенциал команды NIP, он... Ну, их полномочия потерялся. На этой карте есть такое ощущение. Ну, пытаются, пытаются в рейв, дуэль, Мистик Флэйер. Много героев становится под Мистик Флэйер. Гений! Чтобы урона было поменьше. Не хотят отдавать своего героя. Погибает Легионка, погибает Огр. Ребят, вы Темпларку бы дождались, наверное, по-хорошему. Появляется Гуннер. А, команда... Гайс? Гайс? Команды нет. Покупается Скай. Винга без байбека. Владмир, Солар, ПТ. Уровень 15. Ну, а команда Ликвид отходит в ожидании Рошана 30 секунд до него. Ребята сейчас будут просто стоять, я думаю, тот же Инсене чекать, ждать. Снизу повара обсильные. Да, можно сказать то, что Ликвид уже эту карту выиграли. То есть все, что им нужно, это не забросить. Ну, слушай, учитывая предыдущую карту, вообще изи. Там все-таки немного другая была ситуация. Там реально был небольшой шанс. Вот карточку подзабросить здесь. Надо прям вот очень постараться. Вот прям очень-очень постараться, чтобы ее залить. Прям как-то одному Микки попасться на дуэли с ультой Скайверс Мейджа. Два раза умереть. Выкупиться потом. Там Рошана отдать. Опа! Напали на Юниверс. Хороший свап, кстати говоря. Но тут уже просто вот как ты не сейви своих тиммейтов свапами, они все равно умирают. И ты при этом тоже умираешь. Выкупается, конечно, Легионка. У Кейвинги Байбека нет. К большому сожалению, двойной Вортекс. Два героя тут же умирают. Выкупается и Огр, но... Надо Рэмпаж делать. Ликвид топчет. Рэмпаж, Рэмпаж. Ликвид просто топчет. Рэмпаж! Надо делать Рэмпаж! Надо делать Рэмпаж! Да. Можно писать ГГГ, наверное. ГГГ, да. Ну, ну да. Да. Рэмпи, к сожалению, имели стратегию, при которой не должны были ошибаться. Должен был сноуболом потихоньку давить, давить, давить. А если ты ошибаешься, если делаешь это не раз, то извини. Котоцеллинги теряется. Исчезает у тебя Кэрри Форс. Убери, пожалуйста, всю эту красоту с нашего экрана. Убираю. Спасибо. Ну, честно, мне нечего добавить. Мне кажется, мы по всей карте говорили. В конце, вот, перед последней дракой уже, в общем, были выводы, что выиграть эту игру на самом деле, ну, просто нереально, только если Ликвид откровенно не начнем закидывать. Не те герои, как на первой карте. Так что... Я думаю, что мы просто закончим этот матч смотреть и обсуждать. И будем плавно ожидать начала следующей игры. У нас, по-моему, Тин-Си играют. У нас играют Тин-Си и команда... Квинси Крю. Квинси Крю, точно, точно. Квинси Крю Тин-Си. Пауза будет минуток 20. Может больше, может меньше. Оставайтесь на этом канале. И мы с Порсом вернемся через минуток 20, как я говорю. Или чуть подольше. Продолжение следует...